Субтитры создавал DimaTorzok На 10 часов утра по московскому времени наши координаты составили 36 градусов северной широты и 11 градусов 45 минут в западной долгаты. За минувшие двое суток пройдено 430 морских миль. Утро встречает нас прекрасной солнечной погодой. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, волнение 2 балла. Как вы помните, знаменитый роман Жюлия Верна «Дети капитана Гранта» начинается с загадочной записки в бутылке, извлеченной из брюха пойманной акулы. Бутылочная почта – древний способ отправки сообщения адресату посредством запечатанной бутылки, которая произвольно направляется морским течением. Согласно одной из легенд, изобретателем пересылки посланий в бутылках был греческий философ Теофраст, около 310 года до н.э., бросивший за Гибралтаром несколько запечатанных сосудов с записками для отслеживания течений воды из Атлантического океана в Средиземное море. Через несколько месяцев один из сосудов был обнаружен на берегу Сицилии. С той поры в истории описано множество случаев использования бутылочной почты. В 1907 году, с 7 по 12 год, еще в Российской империи, русские ученые, океанологи, провели эксперименты, бросили в Охотском море 10 тысяч бутылок для изучения течения. То есть это серьезный инструмент для проведения научных исследований. Сегодня с борта учебно-парусного судна Седов сотрудниками Музея Мирового океана была отправлена первая в этой экспедиции бутылочная почта. Таким образом был дан старт еще одному программному исследованию, которое дополнит наши знания об океанских течениях. В бутылку были помещены специальные карточки с печатью и адресом музея, экспедиционной печатью барка Седов и текстом на пяти языках с просьбой вернуть карточку с указанием координат того места, где она будет найдена. Бутылка была тщательно запечатана и в торжественной обстановке брошена в океан. Символично, что произошло это практически в том же месте, где когда-то доверил океану своей записке легендарный греческий ученый Теофраст. А курсанты узнали сегодня немало интересного о традициях, связанных со столь необычным видом почты. Хочется верить, что бутылка совершит интересное плавание и вернется в музей, приоткрыв одну из многочисленных тайн, которые все еще хранит океан. Сегодняшний выпуск видеодневника подготовили специально для вас руководитель научной экспедиции Музея Мирового океана на учебно-парусном судне Седов Павел Матвеец и оператор Влад Косяк. Спасибо, что были с нами. Ждите добрых новостей и до встречи на борту учебно-парусного судна Седов на просторах Мирового океана. Субтитры создавал DimaTorzok